Итак, друзья, встречайте, представитель клуба 187, черный пояс, чемпион России по джиу-джитсу, долгое время был первым самым молодым черным поясом в России, Владислав Лосев, встречайте! Меня зовут Влад Лосев, команда 187 джиу-джитсу. Заявился в гран-при, потому что снова захотел побороться на высоком уровне. Я думаю, что меня поставили в сетку, потому что показал довольно-таки яркую схватку на прошлом событии. Вижу себя в финале с Магомедом Джарбаевым. Здорово, мы начинаем взорвать, начинаем в ревую гран-фляцию. Если вы смотрите, то не знаете где, напомню, что... Владислав Лосев! ...это в канал «Джиу-джитсик». Мы начинаем в весовой категории 77 килограммов. Первая пара селё-джитсу. На помощь сегодня будет в весовой категории 77 килограммов. И соперник Влада, чемпион мира. Спасибо вам, Магомед. Спасибо вам, Магомед. По синим и коричневым поясам и иноу-ки. Семикратный чемпион России Эджи-Би Грамм Слэм по коричневым поясам. Друзья, встречайте! Артур Агаширинов! Я Артур Агаширинов тренирую в клубе «Агат» под руководством Гаджи-Мурада Абдулаева. Мастер спорта международного класса. Многократный чемпион мира. Коричневый пояс по БДЖ. Меня взяли, потому что я всегда в форме, в обойме. Самая интересная схватка будет моя с изланов. Не уступлю ни сантиметр ковра. Это хорошая проверка в клубе «Амата». Сейчас снова увидим, интересно посмотреть. Здесь говорят, что мы с ним очень рядом с калономом. Это свой свой приводчик. Итак, друзья, нам будет что-то на карьере. Несенная категория – 77 кг. Пойдем погуляем. Пойдем против Артура Агаширинова. Если мы готовы, давайте пошумим. И начнется первая схватка. Напомню, что схватки по 6 минут. Ты первые минуты без баллов. Затем бойба по баллам. Если же будет мяча, то будет пенатер. Итак, приготовим. Собственно, первая схватка. Да, рядом с холомкой было очень шумно. Здесь я хотя бы тебя слышу. И мне не возникает необходимость кричать. Я очень приятно тебя слышу теперь. И видеть. Впервые на прямой трансляции с ивента два комментатора будут работать стоя непосредственной близости с татами. Как зеваки. Как хорошие зеваки. Мы, кстати, закрываем людям немножко обзор. Надеюсь, нам не будут плевать. Я могу сзади тебя встать. Не обязательно. Собственно, первая... Собственно, говоря уже схватка началась. Сладка началась. Начинается разведка стойки. Влад Лосев. Обыдной игрой про черный пояс. Он, насколько мне не изменяет память. Единственный черный пояс в этой весовой категории. И Влад Лосев закрывает хедлок. Хороший контроль. Рука, голова. Прекрасно. Это игдаун. Закрутит левого отсюда. Хорошая атака, Влад. Хорошая атака. И если будет хайлайт этого мероприятия, то наверняка это движение. Безусловно, это будет первое, что... This movie, да, попадет в хайлайт. Я думаю, что Влад сейчас будет еще раз искать возможность поймать его за голову. Для зрителей, которые, может быть, не знают в лицо всех участников этого мероприятия, Влад Лосев, это человек, который работает сейчас в черном рожгарде и в черных шортах, Артура Гоширинов. Это парень в белом рожгарде в черных шортах. Как ты думаешь, Магомед, Влад Лосев, он все же больше грэпплер или больше борец в куртке? Влад абсолютно универсальный борец. Я видел. Он хорошо борется в ноги. Вот. И в ги, безусловно, тоже. Я думаю, я уверен, что сейчас... Мы, в принципе, уже видели по первой атаке, что, в принципе, он очень даже активный в борьбе. Да, что... Плюс, еще важно сказать, что он всегда за и не против побороться в стойке. Как мы сейчас видим. Да, да, не ныряет в гард. Ну, возможно, здесь есть такое желание. Может быть, установка на fight, чтобы поработать в стойке со своим соперником. Причем, я так понимаю, что Влад прекрасно дает отчет, что его соперник, чемпион Европы и ОВ, наверняка хорошо работает в стойке. И есть такой азарт зарубиться на эту тему. Слушайте, ну, безусловно, мне интересно увидеть свадку между представителями разных, абсолютно разных. Ну, да, в плане идеологии, да, это ОВ и Челжицу. Ну, наверное, как бы разные стили борьбы, да? Можно... Я сказал, даже разный взгляд. Возможно. Ну, как бы правило определяют тактику и тактика определяет технический арсенал примерно. Все мы были свидетелями как в фабрике BG Freaks. Сколько было этим холиваром между представителями ОВ и представителями дружинства? Ну, я надеюсь, что сейчас грани стираются и борется он и в Африке борется. Ну, безусловно, грани стираются. Это очень классно, но в свою очередь на ковре вы всегда видите такие яркие противостояния. Да, противостояние стилей, но в любом случае российские атлеты выступают, как правило, и в одной, и в другой дисциплине. Влад пытается поймать свой хавгард, одна из его коронных техник, одна из его коронных позиций, в которой он работает. Моги очень хорошо. Баллы на ковре. Буквально скользкий гард ретеншн со стороны Влада. Новая тотания дает о себе знать. Аткур очень низко держится, тем самым не давая влагу залезть. Прессует, прессует, прессует. Хорошо разворачивается Влад лицом к Артуру. Очень хорошо, да. Чередует лево-право Артур. Пытается вообще раскачивать Влад через атаку на руки, просовывать ноги. Вот это я понимаю. Вот это козырные королевские места. На бытовую секунду мы отключились от схватки, но надеюсь, что вы ничего не проглядели самого интересного. Пока что у нас картина складывается следующим образом. Влад работает снизу, Артур сверху, и Артур пытается проходить. Артур же пытается завязывать халфгард. Да, Влад вошел в свою... Опа! Вот это интересно. Чуть-чуть не хватило. Да, был опасный момент со стороны Артура. Очень классная атака была. И мне кажется, Артуру стоит как раз... Правильно делает. Загоняй, загоняй. Он угрожает проходами, и во время проходов начинает атаковать ноги. С ног, с ног! А я тебя нахожу! И, кстати, мне кажется, это очень правильная стратегия. Именно сладко с Владом. Потому что одна из слабых сторон халфгарда именно в грэпплинге, да, является это возможность сопернику выйти тебе на болевой на ногу. Да, но тем не менее, еще в свою очередь халфгард также открывает возможность выйти с спиной. Выйти за спину. И за спину, и на ногу? Ну, да, да. Абсолютно согласен. Вот. Но, опять же, Влад, я знаю, что Влад не работает на ноги. У него в основном это свипы. Свипы, либо выход за спину. Знают ли его соперник о том, что Влад не работает на ноги? Я думаю, безусловно. Я думаю, безусловно, это знают, ребята. Опять же, давайте вспомним с вами сфатку с Ильисом Амаровым, которая была у Влада до этого. Вообще, в целом, я не могу сказать, что Влад атакует ноги. Вот что, в основном, это ладушки сзади, милетины, рычаги локти. Восстанавливает нас гард Влад Лоси, закрывает закрытый гард. Вот у нас, да, сейчас интересный эпизод с закрытым гардом. Посмотрим, как Артур будет избавляться от этого замка. Я думаю, что Влад просто не станет его держать. Он переходит. Да, попытка свипа. В свип. Нет, нет свипа. Но оказывается, сверху Влад. Дальше непольная борьба. Да, и вот, собственно, ох. Хороший прессов исполнения Влада. Владислав работает на хайлайт. В этой пункте Влад забирает два балла. Да, Магомед, давай попробуем сообщить ребятам о правилах. Не бойцам, а нашим зрителям о правилах сегодняшнего мероприятия. Влад опять заходил на фронт. Время закончилось. Два балла. Отличная сватка. Мне очень понравилось. Автур молодец. Влад как, в двойне молодец. Продисковывают два балла. Секундант. Автуро. Пытаюсь. Пытаюсь опротестовать. А, пытаюсь. У нас здесь нет, да, Светлана, пока нет. Я думаю, по ходу ивента мы разберемся. Подожди, может, можно на спорте. Да, рефери. Честно сказать, я посмотрел, я, честно сказать, не... Там были, были. Здесь, в последнем дейкдаване? Да. Ну, по сути, схватка, вернее, бросок практически ушел за пределы этого добра. Да, то есть, если вы борцов не остановили, они бы ушли туда. Я, честно, не знаю, я не видел там дабавок. Ну, я думаю, что в этом случае авторитетное мнение Леонида Готовского, который сейчас разбирается в этом вопросе. Асхад Лянов, если вы увидели запал, напишите, пожалуйста, давайте с вами. Счет Ратный, потому что не было контроля. Давайте поаплодируем. Красивая Ратная группа. И сейчас с помощью Монетки, сейчас будет Тенальти, судья с помощью Монетки. Как минимум, два красивых действия мы увидели сегодня от Влада Лосева. Невероятно красивых, техничных, здорово. Оба парня отлично работали, агрессивно. Наверное, это только начало, да, как мне кажется? Сегодня Тазарубы обещают быть. Напишите обязательно в комментах, дорогие друзья, недорогие друзья и просто случайные люди, на кого бы вы поставили. Ноги, да, не было двух баллов и сейчас у нас спина у нас начинается пенальти со спины. Положите уже Артур начинает закрывать замок и... Нет, Артур чуть-чуть, чуть-чуть Артур поторопился. Я бы, честно говоря, сначала рекомендовал бы отключить хотя бы одну руку и... сейчас Влад будет вставать вот, и... Нет, все, видите, он его положил, все, и теперь уже потихонечку надо закрывать замочек. Ну, в общем, предусмотрительно он закрыл бодилок, это уменьшает шансы Влада убежать из этой позиции, но, тем не менее, не приближает его к реализации сабмишина. Ну, Вал сейчас хорошо перекрывается и Артуру я все-таки, да, было бы хорошо отключить хотя бы одну руку. Ну, вот сейчас он определяет, да, одну из конечностей, но, тем не менее, обе... Потому что мне показалось, что Артур пытался на шару закрыть на удачу, скажем так, закрыть там на силу не хрестомодийный, потому что, да, такой более силовой. Влад Лосев за силовой. Влад пока держит куки, начинает отключать под... Да, вот он как раз действует по сценарию отключения одной конечности. Изоляция, контроль... Небольшую ошибку делает Влад, убирает голову в сторону. Остается сверху, я, к сожалению, не вижу сейчас. Да, Артур выкручивается, не хочет находиться, скажем так, в стабильной позиции, в которой Влад будет спокойно пытаться душить, ведь постоянно движение. И также удерживает руку, душующую руку, скажем так, атакующую. Владу, конечно, было бы хорошо закрыть бодилок. или в данный момент с куками я очень люблю сжимать колени, то есть отставляя крюки, сжимать колени, что усиливает контроль. И все, выкручивается Артур. Выкручивается Артур из позиции, Влад остается вроде бы как сверху, нет, вышел Артур. Вот Аскат подсказал мне, что все-таки не было двух баллов, я немного запоздал. Итак, равный счет. Значит, будет другая позиция. Твой личный эксперт? Да, да. Прекрасно. Еще Рома торкил пса. Еще дорого сейчас такие флоги личные эксперты? Дружеские связи, они бесценны. Сейчас была позиция контроля сзади, дальше будет крючок ворка. Итак, у нас получается позиция Арбар. Теперь следующая позиция у нас SpiderWeb. То, что чаще всего ведущие называют позиции Арбар, сейчас туда. SpiderWeb позишн. И вот здесь, я думаю, кстати, у Артура очень неплохие. Готовы? Судья? Готов? Влад устал, пытался пока душить. Все, держи ноги к полу. Я сейчас не вижу, кто секундирует Владу и секундирует ли вообще. Влад удерживает замочек. Давай, давай, давай. Вот Влад мог попробовать сделать умную креветку, скажем так, и выйти сверху. И воткнуть свое ближнее плечо в пол, да? Делает мост Влад. Артур пытается... Есть. Артур пытался руки на треугольник. Минута 33 на табло. Влад Лотев выбрался из... Рычага локтя. Ну и, собственно, я думаю, сейчас решающий момент. Влад соберется. А что будет, если у них опять? Я думаю, что мы увидим в прямом эфире. Я просто так не терпится, не знаю. Вот нам подсказывает Сергей. В данном случае, да, в хорошем поле будет перевернуть Артуру. Точнее, Влада. Владу Артура. И... Надо развернуть ноги чуть-чуть в сторону головы Артура, иначе не пойдет, скорее всего. Да, он убрал руку. В итоге он убрал руку. Минута три. Да, не знаю, как бы было время. Да, за 27 секунд партнеры выше позитива. И снова. Снова. Продолжаем. Окей, по второму другу. Пока борцы готовятся, давайте поаплодируем. Это действительно тяжело. Если бы вы отражались, на этом месте, может быть, до сколько времени мы бы не отражались. У нас все. У меня, друзья, чья синяя ВМВ стоит там. Кто приехал на носение бэйки, нужно отогнать. В этом кому-то что-то перегородили. Кто приехал на носение бэйки, довезите меня туда. Кто приехал на носение бэйки, красавчик. Хорошо, подкинуем. Итак, у нас опять третий раунд, опять спина, и Артур стремительно пытается опять... поделак, и снова вот эта вот история с таким силовым, очень неприятным давлением. Ну вот, мне кажется, с Владом это не очень получится. Здесь все-таки нужно отключить руку и просунуть руку под горло. Артур, в принципе, это, я считаю, может, у него руки такие подводить. Мне кажется, они нормально зашли бы под челюсть и Владу. Но пока идет движение по вверх, через самосточки вернуть, возможно, только после этого расходить руку после Влада. Ну, пока нет. Руки Влада активны. Максимум урона нанести. Максимум урона нанести. Максимум урона. Ребята, три секунданты из угла Артура рекомендуют нанести максимум урона. Не по правилому. Да, это, очевидно, какая-то диверсия. Это план. Время вам. Стоп. Итак, снова Влад Лочев не выбрался из позиции бэк-грэп. Какая напряженная, равная схватка, друзья. Да, с первой же схватки с сегодняшнего дня мы видим напряжение и вот такой очень близкую борьбу. Теперь нас Влад опять пытается пока просто отключает руки, держит. Мне кажется, ему лучше будет закрыть, попробовать бодилок на Артуре. Значит, Артур так и будет выключиваться и тяжело будет выстраивать атаку. Либо, если уже держать такие крики, то отключить хотя бы одну руку Артура. 24 секунды остается до конца вот этого раунда овертайма. Судит к тому, что, скорее всего, у нас будет опять Spider-Web. И Yod все-таки начал пробовать отключить пук, но не так успешно, к сожалению. Тот же способ ухода. Итак, судя по всему, мы возвращаемся в Spider-Web и на первом же раунде ребята из первой схватки, кто бы сейчас не вышел победителем, но останется буквально без сил. Слушай, ну, смотри, знаешь, что я думаю? Я вот все же смотрю и думаю. я вот даже не перебиваю тебя, смотрю, как ты думаешь. Я смотрю на тебя и вижу, Я смотрю на тебя и вижу, что ты думаешь. Все же там, все безусловно, все, абсолютно все, как ты был в нами. говоришь, что ты думаешь, что ты сейчас прям неочевидно. Неочевидно. Ну, давай, не будем прогнозы делать, правда, я надеюсь, я сейчас не забрызгал микрофон. Второй круг заканчивается в фенальсе поясного позиция отбиваю. Spiderweb. Окей. Начинает Артур. Очень классная схватка. Такая, понимаешь, максимальная интрига. Big drama show. Опять на Spiderweb. Big drama show очень подходящее. Знаешь, что я хотел сказать? Что? Я вот подумал, а мне как можно, Владу стоит, не стоит прям в тупую пытаться задушить сзади или вообще какую-то собишу сзади. У нас же есть возможность, правила позволяют. Отпусти на тебя соперник уходит, да, и переход, например, со спины на м-трайенгл. Да, да, да. Артуре, м-трайенгл, со спины. Выбрался Влад. Вот. И то же самое Артуре. 26 секунд. Потребовалось Владу, чтобы выйти за депозиции. То есть сейчас надо продержать в позиции до 26 секунд и вот испорить. Наверное. Вероятно. Очень бодренько вскакивает. Артур, да. Как как Мангут. Да, да. Вообще прикольно Артур борется. И гарды прикольно. Он пытался проходить. А у нас слабить-то можно? Правила ADCC позволяют делать флэм при выходе болевых удушающих. Но будет ли ретяг? Нет, выходит локоть, выходит локоть за линию права. 25. Так же. Слушай, ну это прям... Не, а там же 35. На 2 секунды быстрее. Там 25. Нет? За 24 секунды Артур выброс из позиции. Представляешь, что тебе сватка как проводит? То есть на 2 секунды быстрее. Я посидею еще больше. Что не сватка, то абсет. Это твой прогноз. Ну, не, абсет это всегда классно. Для одного из участников. Да, очень равная сватка. Очень равные спортсмены. Вы рассматривали. Победу одержал Артур Рогаширинов, друзья. Давайте насыпем аплодисментов побольше. Тяжелая была схватка.